Мне кажется, что этот спектакль вызывает настолько разные ощущения у женщин и у мужчин. И самое удивительное, что не было ни одного человека, который бы сказал, что это безысходный и страшный спектакль. Этот спектакль не об убийстве, а этот спектакль о выборе. Это абсолютно неверно, когда говорят, что Медея убийца. Убийца – это тот человек, который убил и остался в живых. Она ушла вместе с ним. И последние ее слова перед приходом Язона, она детям говорит, и мы все трое идем домой. Домой можно идти по-разному, будучи царицей Калхиды, загнанной в пятый угол, и у нее даже не осталось ничего. У нее все отобрали. Все. Это очень страшно. И выбор Медея – это выбор необыкновенно сильного человека. У Ларисы Шипитько был гениальный фильм «Восхождение». Люди, которые способны сделать восхождение, понимая, что их ждет, прекрасно понимая ситуацию, в которой они находятся, и понимая, что только так можно остаться человеком, и можно выйти из этой ситуации по-человечески для себя, чтобы остаться с позвоночником, а не так, чтобы тебя сломало. Для этого нужна колоссальная какая-то человеческая основа. Потому что Медея, она, конечно, поразительная женщина, она поразительная жена, она поразительная мать. И, конечно, Восток – это не просто дело тонкое, как мы привыкли, а на Востоке с самого детства воспитываются некие вещи, которые являются для человека законом. И понятие чести и достоинства, тем более, еще раз говорю, царица – это в крови. Мы играем на малой сцене, полтора метра от зрителя. В зале такая гробовая тишина, люди плачут, люди не могут даже хлопать сразу. Люди ходят по многу раз на этот спектакль и очень благодарят за то, что у них есть такая возможность, ну, как сказать, вот на эти час сорок погрузиться в настоящий театр и испытать катарсис, потому что, мне кажется, что все-таки не только сегодня должны артисты развлекать зрителя, они должны заставлять его думать. А вообще театр – это такая хоромина, не только комедийная, но это место, куда человек может прийти для того, чтобы действительно окунуться в какую-то такую глубокую воду, в какую-то такую воронку попасть. Мне кажется, что это очень трудно, но с другой стороны прямо замечательно. И это обоюдно и для зрителей, и для нас. Мы с огромным удовольствием играем этот спектакль, который требует невыносимой нагрузки и очень большой отдачи от всех. И видим, как на это реагирует зритель. Очень благодарны. Купить билеты на этот спектакль невозможно.